Девочки, заходите, командуйте. Что садим? Помидоры, баклажаны и перцы? Подопечные Центра Доброта знают. Изучали сельскохозяйственную культуру в рамках занятий в учебно-тренировочной квартире. Теперь полученные знания применяют на практике. Одни копают лунки для саженцев, другие помещают растения в землю. Ксения Максимович в прошлый визит занималась посадкой курцов. Сегодня сажает баклажаны. Справляться с задачей помогают сотрудники Доброты, хотя у 17-летней Ксюши опыта достаточно. У нас есть теплица, снег, лед, я уже там сидела. Вместе с мамой, да? Да, вместе с мамой. Поливаем растения в каждом. Когда только сюда приезжаем, ухаживаем за ними. Мама Ксюши живет в Свободненском районе. В Благовещенске девушка гостит у родственников. На экостанцию в Амурский биолого-туристический центр она приезжает вместе со своим дядей Михаилом. По его мнению, нигде в Преамурии нет таких возможностей для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, как в областной столице. Центр Доброта создал все условия для того, чтобы ребята смогли велиться во взрослую и самостоятельную жизнь. Прошло не так много времени, но можно уже отметить, что у нее появляется чувство ответственности, самостоятельности. Вот это вот уходит страх принятия самостоятельных решений. И дома она также постепенно уже учится готовить. Она, точнее, не учится, она уже готовит. Она, значит, ходит в магазин. Создать экостанцию стало возможно благодаря совместному проекту Центра Доброта и некоммерческой организации «Мария» при субсидировании Минсоцзащиты населения Преамурья. Прежде всего это общение с природой, потому что мы все время, всю зиму находились в квартире. Закрытое пространство, зима, холодно. И вообще надо сказать, что в основном ребята, они практически свою жизнь проводят в закрытых помещениях. Либо это дом, либо это какие-то оздоровительные учреждения, больницы. За всеми своими посадками дети будут бережно следить, а из собранного урожая планируют готовить разные блюда. Эмма Шаповалова, Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».